Как убрать жир на животе? Чёткие указания с оглядкой на здоровье. Не жрать. Более действенного способа быть в форме ещё не придумали. Это одно из самых популярных высказываний легендарной балерины Плесецки. Безусловно, фраза яркая и запоминающаяся, но от истины она далека. Человек должен получать полноценное разнообразное питание. Даже если он худеет иначе, проблем со здоровьем не заставит себя ждать. Да, и как известно, жёсткие диеты рано или поздно приводят к таким же жёстким срывам и скоростному набору веса. Нужно есть это обязательно. Считайте, что это первая заповедь худеющего. Никакого голодания, никаких монодиет. Рацион человека, снижающего вес, должен быть сбалансированным. По содержанию витаминов и минералов, белки, жиры, клетчатка. Даже углеводы не стоит полностью исключать. Как ни удивительно, но чтобы похудеть, надо есть регулярно, часто всего и понемногу. Это подтверждает многолетние исследования великого французского шефа Мишеля Герара, обладатель трёх звёзд Мишлен. Давно на собственном опыте выяснил, к снижению веса приводят не только строгие ограничения, сколько сбалансирована и гармоничная еда, которая насыщает организм всем необходимым. Непременно доставляет удовольствие и радость, заряжает энергией, активизирует или даже перезапускает обмен наших веществ. Если у вас избыточный вес или ожирение, пульс к нормальному весу может занять 1-2 года. И это нормально. Врачи говорят, что в течение первых трёх месяцев нужно похудеть на 10% от исходного веса. Это комфортный темп, который не требует ни изнуряющих диет, ни высоких физических нагрузок. Быстрое похудение – это почти всегда внезапные болезни. Первыми, как правило, страдают печень и желчный пузырь. Поэтому в процессе снижения веса лучше страховаться во избежание образования желчных камней и для снижения нагрузки на печень. Употребляйте умеренное количество углеводов. Выбирайте правильные медленные углеводы, которые не вызывают резкого скачка сахара и такого же резкого его падения. Они обеспечивают долгое чувство сытости, а значит, позволяют меньше перекусывать и набирать лишних калорий. Постарайтесь ограничить добавленный сахар, особенно это касается сладких газированных напитков. Но включите в рацион гречневую и овсяную крупы, коричневый рис, нут, маш, макароны твердых сортов, горький шоколад. Не комбинируйте простые углеводы с насыщенными жирами. Если уж вы намерены иногда позволять себе простые углеводы, то хотя бы не сочетайте их с насыщенными жирами. К примеру, не стоит запивать стейк сладким соком. Это сочетание, которое гарантированно приведет к увеличению количества жира в вашем организме. Читайте этикетки, не покупайте продукты с надписями «диетические», «пониженные калорийности» и «обезжиренные». Эти формулировки означают, что натуральный жир в продукте изменен на углеводы. Ищите в составе ингредиенты, которые могут маскировать скрытый сахар. Матодекстрин, солод, ксилоза, кукурузный сироп и прочее. Выбирайте правильные жиры. В вашем рационе обязательно должны присутствовать ненасыщенные жиры. Ешьте растительное масло, оливковое, льняное, конопляное и прочее, орехи, авокадо. Чтобы сердце работало исправно, сосуды были крепкими, мозг думал быстро, а глаза видели четко. Отдавайте предпочтение блюдам с комбинацией «углеводы плюс ненасыщенные жиры» или «углеводы плюс белки плюс ненасыщенные жиры». К примеру, это может быть овощной салат с нерафинированным оливковым маслом. Выбирайте продукты с низким гликемическим индексом и следите за суммарной суточной гликемической нагрузкой продукта. Гликемический индекс продукта указывает на то, как меняется уровень сахара в крови при его употреблении. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее происходит повышение сахара. Такие продукты быстро насыщают и быстрее усваиваются, но вместе с тем и быстрее наступает чувство голода. Если вы не расходуете эту энергию, она превращается в лишние килограммы. Исследования показывают, что регулярные кардиотренировки, ходьба, бег, велосипед и так далее, эффективнее помогают избавиться от висцерального жира, чем силовой тренинг. Даже 30 минут ежедневной аэробной нагрузки принесут пользу. А в сочетании с грампным сбалансированным рационом, они просто не оставят абдоминальному жиру шансов. Ну и не забывайте про здоровый сон. Если человек спит слишком мало или слишком много, это может сказаться на распределении жировых запасов в нашем теле. Старайтесь выделять на сон не менее 7-8 часов в сутки. Мне понравилось видео, ставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!